Опять тем, как мы начнём, у вас появится киборг, не забывайте поставить большой пальчик вверх под этим видео, и тогда киборг у вас появится намного раньше. Поехали! Для начала, что нам, как вы думаете, нужно сделать? Конечно, уже убедиться, что мы сейчас играем в хард-моде. Если такого нет, хард-мода, приёмся в нижний мир, убиваем демонов, пока из-за какого-нибудь демона не выпадет непосредственно, как его называют, кукла Вудо нашего гида. Гид должен быть живым, поэтому убедитесь в этом. После этого кидаете куклу Вудо в лаву, появляется вот это, убиваете это, неважно что, и возвращаетесь на поверхность. Идеальный вариант использовать магическое зеркало, там, Magic и Mirror под это дело, вот так вот. Теперь, смотри, нам нужно призвать и убить трёх механических боссов. Вызываются они только ночью в любом биоме на поверхности. Поехали! Конечно же, The Twins, The Близнецы, The Skeleton Prime, Skeleton Premium и какой-то разрушитель миров. А, нет, он просто разрушитель. Окей, он просто The Destroyer. Убейте все три комбинации. Просто разрушите всё это. После этого отправляемся в джунгли, в подземные джунгли. Ищем там вот такую штуку на карте, называется Плантера, Бутон Плантера. Лучше всего, конечно, построить ферму джунгля для этого дела. Я уже показывал, как всё это делается. В описании под видео, либо в рекомендованных будет видосах, либо я... либо сами найдёте. Так, Террария Плантера Герон. Вбивайте в поиск, находите. Короче, ломаем этот цветок Плантера. И Плантера тут же начинает выползать в сторону замечательного магазина аккаунтов и ключей Geronshop.ru, где нашу Плантеру соблазнили низкие цены, скидки, гарантии и отзывы от настоящих покупателей. Так что вас тоже жду там, вместе с Плантерой. Такие дела. Ну и после этого возвращаемся в Террарию и строим подходящий домик. Он должен... подходящий домик должен иметь площадь 30 блоков, как минимум 5 на 6 блоков, да, в горизонтальной, вертикальной или больше. Он должен состоять из прочных стен со всех сторон, задник, обязательно один стул, один стол и один источник света и одна дверь. Это минимальная комплектация для домика для киборга, в принципе. Если в этом доме поселился кто-то другой, вместо киборга приперся другой NPC. Не беда, просто заведите себе новый домик, построите рядом второй, третий, сколько надо, пока ваши NPC все не расселятся. Поверьте мне, каждый NPC очень важен, полезен и нужен. Выглядит киборг вот так вот. Продает он всякую хрень с Алиэкспресса. Э, слышь? Да шо ж ты не реагируешь на мои приколы? Да, да, окей. Мелочи хотел пострелять, у него оно что-то как-то не получается. Ну-ка, что это? Что-то электромеханическое, не знаю, что это, но не важно. Ловите за просмотр, за подписку, лайки. В описании под видео вы увидите много всего интересного. Жду вас там. Жду вас там.